Триумф народного творчества. Бабру изготовится к международному фестивалю «Венок дружбы». Хотим посмотреть коллективы других стран и себя показать. Чем будут удивлять? Фруктовое искушение. Пять фактов незаконной транспортировки яблок выявили могилевские таможенники за последние две недели. Куда везли плоды? Высокий градус. В страну пришла жара. Стоит обратить внимание на продукты, которые вы покупаете. Как сберечь здоровье в теплые дни? А также в короткий срок, оперативная регистрация и активная стройка. Республиканский третий трудовой семестр торжественно стартовал в стране. Где будет работать молодежь? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Федерации профсоюзов. Во время диалога президент подчеркнул, главный приоритет – оперативное реагирование на вопросы и нужды трудящихся со стороны ФПБ. Александр Лукашенко и Юрий Сенько обсудили ситуацию в профсоюзах и критику в адрес организации. Председатель Федерации поделился своими планами на повестке дня и поддержка аграрии в ходе уборочной кампании. Уборочная кампания практически началась. Я вот сегодня слушал доклад губернатора Брестской области. Выборочно он уже начал убирать озимые очки. Всегда профсоюзы подключались к этому процессу, оказывали соответствующую помощь и поддержку. Я бы просил вас, чтобы это была, прежде всего, помощь, поддержка и участие профсоюзов в этой работе, а не какие-то контрольно-наблюдательные функции. Контролеров у нас хватает. А профсоюзы, насколько я помню свою работу, особенно в сельском хозяйстве, они всегда были у меня правой рукой. И мы вместе организовывали и питание, и обслуживание, особенно механизаторов, период уборочной кампании. Ну и контроль за выплатой заработной платы, чтобы люди меньше жаловались на руководство. Также глава государства поставил задачу усиливать сотрудничество с Международной организацией труда. Это позволяет перенимать мировой опыт по защите прав работников и совершенствованию законодательства. Яблочные искушения. Могилевские таможенники выявили пять фактов незаконной транспортировки плодов. Фрукты пытались вывезти из страны для незаконной реализации в России. В трех случаях злоумышленниками оказались граждане страны-соседки, которые везли плоды без товаросопроводительных документов и сертификатов, подтверждающих безопасность. Два других нарушения принадлежали отечественной компании-перевозчику. Общий вес незаконно перемещаемых плодов – порядка 63 тонн. Цена – почти 365 тысяч рублей. В отношении водителей и перевозчика Могилевской таможни начаты административные процессы. Санкции статьи для физлиц предусмотрен штраф до 30 базовых, для юр – до 50% от стоимости предмета правонарушения. Электронные ноу-хау, торжественный старт и четкая работа. Беларусь входит в топ-30 стран по достижению целей устойчивого развития, на чем делают акцент в стране. Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В ближайшее время будет утвержден перечень разрешенных видов деятельности для ИПМИ. Минэкономики продолжает работу по разъяснению законодательства. С момента подписания закона поступило более 400 обращений от бизнеса. Основной вопрос – кому можно сохранить статус. Остальным до 1 января 26-го необходимо масштабироваться в юрлицо, стать ремесленником или перейти в самозанятые. Республиканский третий трудовой семестр торжественно стартовал на площади государственного флага. Почти 30 тысяч человек будут работать в отрядах разного профиля по всей стране. Этот сезон посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Особое внимание историческим местам. Республиканский центр патриотического воспитания в Брестской крепости – всебелорусская молодежная стройка. Беларусь входит в топ-30 стран по достижению целей устойчивого развития. Это 17 взаимосвязанных задач, которые утверждены Генассамблеей ООН. Среди них ликвидация нищеты, голода, борьба с изменением климата, хорошее здоровье и благополучие, чистая вода и энергия, гендерное равенство. Беларусь в ЦУР делает акцент на развитие регионов. Проработать все пункты страна намерена к 2030-му. В республике вступил в силу новый порядок регистрации и постановки транспортных средств на государственный учет. Теперь при покупке автомобиля в Беларуси и других странах ЕС, Армения, Казахстан, Россия, Кыргызстан, новому собственнику дается больше времени на регистрацию авто 30 дней. Ранее было 10. Валберис объявил о создании новой электронной торговой площадки в Беларуси. Это стало возможным благодаря объединению с крупнейшим российским оператором наружной рекламы. Платформа позволит миллионам представителей среднего, малого и микробизнеса использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, выведет работу на новый уровень, позволит нарастить экспорт продукции и усилить продвижение. Бобруйск готовится принять 17-й международный фестиваль народного творчества. Венок дружбы соберет 23 коллектива из 12 стран мира. Среди 500 участников – заслуженный любительский коллектив, народный хор народной песни имени Виктора Балаханова. Бобруйские таланты ежедневно оттачивают номера до совершенства, чтобы достойно представить родную Беларусь. Торжественное открытие в кругу друзей начнется в 18 часов 28 июня на сцене Бобруйск-арены. Хотим посмотреть коллективы других стран и себя показать. Самое главное – мы хотим создать настроение, хотим прообщить нашу аудиторию к нашей белорусской народной песне. Программа насыщена концертными номерами. На сцене будут звучать как творческие коллективы города, так и звезды отечественной эстрады. Вокалом паразит Тео и Ольга Рыжикова, Виталий Гордей. Праздничный салют украсит праздник 29 июня в 23 часа. На протяжении трех дней будет организована работа интерактивных тематических площадок, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. С приходом лета столбик термометра уверенно подобрался к отметке в плюс 30. Жители города на Березине с удовольствием окунулись в тепло, однако жара диктует свои правила. Как обезопасить себя и своих близких в знойную погоду узнала Юлия Вернер. Невидимый враг. С наступлением тепла участились заражения острыми кишечными инфекциями. Жара создала благоприятные условия для сохранения и размножения возбудителей в воде, продуктах на объектах внешней среды. Чтобы тошнота, рвота, лихорадка и другие неприятные симптомы не испортили отдых, врачи призывают соблюдать простые, но действенные рекомендации. Стоит обратить внимание на продукты, которые вы покупаете, то есть это сроки годности, на внешний вид, запах, вкус, все, что можно в целом оценить непосредственно в магазине или на рынках. Не забываем про личную гигиену, начинаем с себя и учим этому своих детей. Охладиться горожанам помогает отдых на берегу водоема. Безопасно провести время можно в разрешенных местах. В этом году искупаться и поплавать можно только на трех локациях. Озерный пляж, санатория «Шинник», первый и второй – центральный на берегу Березины. Важное напоминание для родителей – не спускать глаз с детей. Для любителей трипа очень важно – следить за самочувствием, брать с собой холодные напитки и как можно чаще останавливаться в тени. МЧС напоминает – во время жары как можно реже находитесь на открытом солнце. Если это неизбежно, используйте головные уборы. Пейте как можно больше воды. Не занимайтесь физическими активностями, если температура воздуха превышает 25 градусов. Помните – наибольшей опасностью от жары подвержены дети и пожилые люди. Стильное лето. Уберечься от палящего солнца поможет головной убор. Центральный рынок предлагает ассортимент на любой вкус. Кепки, панамы, дамские шляпки – выбрать смогут как дети, так и взрослые. Синтетика – 15 рублей. За хлопок попросят чуть дороже – 30. Простая бейсболка обойдется в районе 20. У нас самый большой выбор женских головных уборов. Есть натуральная соломка, хлопочек был, но его, к сожалению, уже разобрали. И шляпки. Очень много, которые садятся хорошо. И, в общем-то, умеренные цены. Прочу дома. Редко выхожу на улицу. Пьем прохладительные напитки, стараемся где-нибудь в тенечке побольше побыть. Некоторые пьют много воды. Я как-то по жизни очень мало водички употребляю, даже если жара сильная. Ну, а так, накидки никакие не накидываю, шляпки не одеваю пока. Холодная водичка и кондиционер больше. Тут, по-моему, ничего не поможет. Ну, мороженое можно купить, водички. Воды больше пить. Боже. Главное, уборы носить. Мороженое тоже. Высокий температурный фон задержится в стране еще на пару недель. Поэтому позаботиться о своей безопасности можно и нужно уже сейчас. Соблюдая нехитрые рекомендации специалистов, теплая погода станет добрым другом, а не врагом. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Летние новинки. Красный пищевик выпустил новую сезонную продукцию. Каждый год в летний и зимний период предприятие дарит всем сладкоежкам свежие кондитерские позиции. Лето 2024 не стало исключением. Мы выпустили ряд новинок классных, летних, запоминающихся. Это торговая марка «Первый Бобруйский» – «Зефир» со вкусом коктейлей «Пинаколада» и со вкусом коктейлей «Кудичный Мохито». Еще это новинка торговой марки «Тинки». Необычный вкус, необычный вид. Это кактусы, форма кактуса, вкус кактусов. Целевая история – дети, которые любят необычное, любят интересное. Закрепятся на постоянной основе сезонные позиции или нет – решит спрос. На предприятии заверяют, если покупатели по достоинству оценят товар, то эти летние новинки точно не покинут магазинных полок. Сразу после нас сирена мой коллега Роман Костюков расскажет страшную правду из жизни города. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова